Сегодня вспомним Максима Тесака. Поговорим о том, почему его стали фортить в школьнике, в ТикТоке, на Ютубе, выпускать с ним кучу видосиков, эдитов, мемасов. Короче, кто это вообще такой, чем он занимался. Вспомним его трагическую судьбу и как он стал героем интернета. И на всякий случай скажу. Тут на канале мы осуждаем фошку и все прочие слова, заканчивающиеся на изм. Тупизм в том числе. Короче, приятного просмотра. Все вы, наверное, видели. В ТикТоке, в Ютуб Шортс, в Телеграме кучу видосов, кучу мемасов. С таким вот накачанным мужиком с иракезом, который то интервью у кого-то берет, то за кем-то гонится. Короче, какой-то трешачок. Так вот, этот персонаж, это Тесак. Кто же это такой и чем он занимался? Как это ни странно, но Тесак был знаменитым еще с начала нулевых. Он был членом нео-группировки под названием Формат 18. Они занимались, как бы так сказать. Вообще, Ютуб такие ролики не любит. Я буду прям изгаляться, чтобы на ролике осталась зеленая монета. Так вот, занимались они антиэмигрантской деятельностью, скажем так. Рейды на рынки, на общежития. И в отличие от других правых, у Тесака была особенность. С собой он все время носил камеру, на которую снимал особо интересные моменты своей жизни. Так сам себя он называл первым видеоблогером в России. И с этим трудно поспорить. Были всякие постановочные, шуточные ролики. Там, где Тесак пытался в юмор. И судя по тому, что и он, и его организация быстро получили популярность, у него это очень хорошо получалось. И настолько хорошо, что в какой-то момент он вместе с членами своей организации начал давать интервью. Да еще и с западным журналистом. Тесак, чье имя обозначает топор на русском, полноценный член банды. Когда вы говорите о боевых шрамах, о каких драках идет речь? Ну, с членами происходят всякие стычки. Соратники Максима рассказывали, что свое прозвище он получил из-за любви к холодному оружию. Не будем сейчас уточнять, в каких ситуациях он эту любовь показал. Осуждаю, как говорится. В общем, Тесак с соратниками часто проводили акции, которые снимали на камеру. Но не такие, как у Вайлберрис. С раздачей купонов на 3000 рублей. Так, в 2007 году в клубе Белинговы, на выступлении разного рода политиков, он провел очередную акцию, где выкрикивал вот такие вот лозунги. Купон от Вайлберрис на 3000 рублей, по ссылочке в описании. А акция действительно-то неплохая. Уже тогда Тесак знал, чем пользоваться. Я послушал его совет и приобрел себе вот такой вот ништяк. Можно сказать, бесплатно. Поэтому переходи по ссылочке в описании и забирай свой купон на скидку 3000 рублей. Абсолютно на любой товар. Просто за подписку. Так вот, Тесак на этой встрече выкрикивал лозунги, скажем так, осудительного характера. И самое забавное, он это делал во время выступления Алексея Навального. Того самого, который сейчас сидит. И как ни странно, борец за свободу, за либерализм, написал заявление на Тесака по статье 282, против которой так активно боролся в будущем. Ну да ладно. И 18 февраля 2008 года он был осужден на три года по статье 282 УК РФ. Это возбуждение ненависти, либо вражды. Задержан студент Максим Марцинкевич, в определенных кругах известный как Тесак. Марцинкевич один из лидеров российских скидок, никогда не скрывавший своих убеждений, даже призывавший к курицу тех, кто ему не нравился. Саму же организацию, в которую агитировал Тесак, признали экстремисткой. И она была запричена в 2010 году. И за время отсидки Максим не терял время впустую и написал свою эпохальную книгу-реструктуру, в которой частично была его биография, то, как он пришел к такой жизни, что сформировало его взгляды и, по большей части, истории из тюрьмы. Как он туда попал, что происходило внутри, какой беспредел там с ним творили. Но, сами понимаете, так как организация была запрещена, так как Тесак был, скажем так, персоной нон-грата, публикация и продажа книги считалась нелегальной. Чё-то мне это напоминает немного другую книгу от другого автора. Он ещё, если помните, был художником. Вот такие вот параллели. И сразу после выхода из тюрьмы, Тесак сразу начинает врываться в медийную сферу. И открывает свой проект Окупай. Начинает выгружать тонны видеоматериала на ютубе. На самые разные темы. Как правильно качаться. Как общаться с девушками. Куча всяких лекций. Видосики с его путешествий. Как по мне, это вообще были одни из лучших влогов в принципе. Потому что сам по себе, Тесак был охренеть каким харизматичным. Смешно шутил. Рассказывал интересные истории. И в кадре смотрелся весьма уверенно. И в отличие от других своих соратников, на мой взгляд, обладал весьма неплохим интеллектом. Шарил, как заработать, что подснять, какой проект открыть. И вот это вот сочетание харизмы, интеллекта и такой околокриминальной деятельности. И породило Тесака, которого мы знаем сейчас. Большинство людей узнало о нем именно благодаря программе Окупать. Где он, логично что, занимался поимкой любителей несовершеннолетних. То есть, если изначально Тесак занимался крайне спорной деятельностью. Там, измигрантов и так далее. То тут была реальная польза у общества. Как это происходило? Всех этих голубчиков он ловил на живца. Создавали фейковые страницы на сайте знакомств. Как правило, анкеты делали для мальчиков. Чтобы гости вызывали больший негатив. Дальше эти Эдуарды списывались с мальчиком. Там он сразу говорил, что ему нет шестнадцати. И если они продолжали пытаться с ним встретиться. Обговаривалось место, где это все и происходило. И разумеется, кроме Эдуарда и мальчика, был Тесак. Вместе со своими соратниками и съемочной группой. Причем это было не просто какое-то избиение, унижение. Это было в довольно необычном формате. Тесак, используя странный микрофон, брал интервью у дорогих Эдуардов. И если те отказывались его давать. Или нечестно отвечали на вопросы. Тогда ход интервью немножко менялся. И ранее несговорчивые Эдуарды тут же шли навстречу. Но в 2014 году Максим Марцинкевич снова получает срок. За публикацию видеоматериалов с экстремистской деятельностью. Также его обвиняли в разбой и хулиганстве. И за это все он получает 10 лет тюрьмы. Но после гуманизации 282 статьи срок у него сокращается. И уже в мае 2021 года он должен был выйти на свободу. Но как вы все понимаете, на свободу он не вышел. Его мертвы обнаружили в камере. И по заключению официального следствия это было само... Дело в том, что и в 2014 году, и в 2019 Тесак публиковал у себя на странице ВКонтакте вот такие вот записи. Где настойчиво говорил, что ни при каких обстоятельствах не на... И если вдруг, когда-то его обнаружат мертвым, то значит кто-то помог ему уйти из жизни. И всячески альтернативные расследования подтверждают эту теорию. Многие считают, что Тесак в своей деятельности начал представлять для государства опасность. Ибо соединял огромное количество людей, молодых людей, сильных молодых людей, у которых он пользовался огромным авторитетом. И якобы, чтобы устранить конкурента, он как раз таки и был направлен в тюрьму. И там с ним сделали то, что сделали. Я сейчас ничего не заявляю, это лишь одна из теорий. Официальная версия гласит другое. Тут, как говорится, думайте сами. И многие люди крайне неоднозначно относятся к деятельности Тесака. Ко всем этим интервью и акция. Я скажу так. Конечно, методы были жесткие, местами античеловечными. Но идея-то была правильная. Помочь государству в борьбе с тем, с чем оно само не справляется. Методами, которыми государство работать не может. То есть прокачка гражданского самосознания. Когда людям что-то не нравится, и они сами берут дело в свои руки. Этим как раз и занимался Тесак. За что его до сих пор уважает огромное количество людей. И как мне кажется, он оставил свой след на несколько поколений. О чем свидетельствует то, что современные школьники шарят за Тесака. Смотрят все эти видосики. Сами начинают делать мемы. То есть тут ситуация как с Мавроди. Когда, казалось бы, какой-то давно забытый чел открывается для нового поколения. Как некий герой из прошлого. Который все предвидел и слова которого актуальны как никогда. Этим нам и запомнится Тесак. И лично я в свои школьные годы смотрел все эти интервью с Эдуардами. Я когда приходил домой со школы, с качалки. Включал вот эти вот видосы, где он готовит здоровую еду. И вместе с ним по рецепту все это повторял. С корешами мы угорали над всеми этими интервью. И лично для меня вообще не удивительно. Почему его помнят до сих пор. И почему его стали форсить. Ибо как человек и как персонаж, я думаю, он опередил свое время. Так что ничего удивительного. Вот такие вот мысли. Если тебе ролик понравился, подписывайся на канал. Обязательно ставь лайк. И не забывай про купон от Wildberries. На халявные 3000 рублей. Ну а на этом все. Пока, мои маленькие любители экстремизма. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова